В преддверии Дня памяти и скорби в прибрежном сельском поселении был проведен велопробег по памятным местам. В спортивном мероприятии приняли участие юные жители поселения. Что получили ребята от участия в велопоходе, кроме бодрости и прекрасного настроения, смотрите в следующем материале выпуска. Старт велопробегу был дан на главном памятнике воинам-освободителям прибрежного сельского поселения. Ребятам рассказали об истории его создания. После чего провели инструктаж по технике безопасности и юные любители активного отдыха отправились по маршруту. В планах посетить все памятные места поселка Совхозного. Первую остановку ребята сделали на территории шестой школы, где установлен памятный знак двум воинам-интернационалистам – Андрею Доценко и Сергею Пищенко, героически погибшим в Афганистане. Андрей Доценко, когда учился в школе, о нем Андрей Фимович Мизанов, его учитель, отзывался очень положительно. Говорил, что этот ребенок лидер по натуре и по-другому быть не может. Так и вышло, когда он вырос. Он попал в Афганистан, где выполнял свой интернациональный долг. И получилось так, что ребята его отряда выполняли боевое задание. И выбора у него… у него было два выбора. Либо развернуться и спрятаться и просто бежать. Либо пойти навстречу врагу и погибнуть. И, естественно, выбор пал на второе. Он героически погиб, но он спас свой отряд. Побывав в шестой школе, участники велопробега отправились на улицу разведчиков, которая так была названа в память о солдате Великой Отечественной войны Александре Сергеевиче Дорогань. Он, как разведчик, одним из первых переправился через реку протока при освобождении поселка от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Но был смертельно ранен. Был бой, и разведчики были обстреляны. И один из них, как по воспоминаниям старожилов, много погибло, а Александр Дорогань был ранен. И наше командование приняло такое решение оставить его здесь. И вот недалеко здесь вот жили старые люди Дорошенко, бабушка с дедушкой, которые спрятали этого Сашу, но, к сожалению, в связи с тем, что были раны, несовместимые с жизнью, Александр погиб. И вот здесь вот его и похоронили. Финальной точкой маршрута велопробега стала могила неизвестного солдата, похороненного в парке поселка Совхозного. О герое известно только то, что он был летчиком. Рядом с ним была похоронена убитая фашистами во время оккупации молодая девушка Раиса Прах. Юные участники велопробега с интересом слушали об истории жизни героев войны. Я поехал в этот велопоход, потому что мне стало интересно о людях, которые погибли, защищая нас. Я узнал много нового. Меня впечатлила история о неизвестном летчике, который погиб, защищаясь от немецких захватчиков. Как рассказала специалист по работе с молодежью прибрежного сельского поселения Виктория Лысенко, велопоход – это не единственное мероприятие, которое будет проводиться для ребят этим летом. Дети будут заняты все лето. У нас работает 4 детских досуговых площадки, 3 молодежных площадки, 2 спортивных площадки. На них работают у нас подростки, трудоустроенные. Мы поедем в турслеты. У нас они запланированы на июль. Помимо этого, я думаю, что велопоход мы в августе еще раз повторим для другой группы. Детей, я думаю, что мы возьмем помладше детей. Сегодня была разновозрастная группа. Помимо этого, дети, которые у нас в школе на площадках, они организованно приходят нам в СДК прибрежные. Мы проводим им игровые, конкурсные программы, спортивные состязания. Они ходят в библиотеки. Мы выезжаем к ним. В этом году мы этим летом уже выехали около 4 раз в 18-ю школу, в 6-ю, в 7-ю, в 8-ю школу. И это еще не конец. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».